Ребят, всем привет! За последнее время вышло немало новостей по Стальной Дивизии 2, в частности вышло два дневника разработчиков, о каждом из которых мы сегодня с вами и поговорим. Начнем, пожалуй, с дневника под номером 11. В данном дневнике разработчики поведали нам о новых функциях и механиках, доступных на динамической карте одиночной кампании, в частности об автобое. Когда на карте кампании наша ударная группировка вступит в бой с противником, нам предложат варианты участия в бою. Первый из них будет личное командование войсками в битве. Второй вариант – предоставить возможность двум искусственным интеллектам решить исход битвы. При этом вы сможете лично наблюдать за ходом сражения, а также за отдельными танковыми, пехотными и авиационными дуэлями, не отвлекаясь при этом на контроль юнитов. Третий вариант – это быстрый расчет исхода боя на основании показателей силы дивизии. Эти показатели вы можете видеть и наблюдать в левом верхнем углу. Чем больше они превышают показатели противника, тем больше шанс на победу. При этом у нас будет возможность влиять на ход расчета по фазам. Вы сможете отдавать отдельным родам войск приказы на отступление, оборону или более активное нападение. И последний вариант участия в бою будет заключаться в том, что у вас будет возможность отдавать под контроль и только определенные рода войск. Например, отдать под контроль и пехоту и танки, а саму управлять артиллерией и авиацией. Это довольно интересно, а также поможет новым игрокам успешно выполнять задачи, не обладая при этом высоким навыком микроконтроля. На этом 11 дневник заканчивается и мы плавно переходим к 12. В нем разработчики поведали нам об исторических битвах, которые будут доступны сразу после релиза. Исторические битвы будут аналогом исторических миссий из стальной дивизии 1, которые, к слову, я с немалым интересом прошел. Думаю, и во второй части они будут не менее интересны. В них также будет доступен кооператив. Воевать мы будем готовыми дивизиями, собранными с учетом исторического состава на момент сражения. Итак, на релизе будут доступны следующие исторические битвы. Дорога в ад, наступление советских войск по направлению Корши, битва за Бобруйск, битва у города Крупки, сражения в Плещеницах, битва у поселка Ленина и битва у озера Нароч. С кратким описанием этих сражений можно ознакомиться в дневниках разработчиков. Ссылку на них я оставлю в описании под роликом. На этом все, ребят. До открытого бета-тестирования осталось совсем немного времени. Ждем с нетерпением. Всем спасибо за внимание, удачи и до новых встреч. Всем пока.